господа всем привет сегодня у нас второй выпуск рубрики топовые снасти первая была прошимана zodius который мне удалось рвать за 15 тысяч рублей но сейчас сейчас будет вообще просто другой уровень грубо говоря палка за 30 тысяч рублей ну во всяком случае мне удалось за такую сумму и взять со скидками и так далее так далее с продажами я честно не знаю сложно говорить как это кто за сколько это купит ну короче харти-райз зандер гейм xd limited edition который короче где здесь написано что для метод-эдишн здесь нигде но это он очень зандра гейм xd или метод-эдишн палка за 30 тысяч рублей палка для джига ноготипчик артирайз на чехле плотным неопреновым чехле как у меня чехол для катушек кстати максимально дорого максимально богато и давайте прежде чем мы приступим к обзору я сначала объясню почему почему харти-райз почему там не что-то еще смотрите вообще я когда думал что надо себе купить какую-то топовую джиговую палку я смотрел на графит лидер графит лидер сейчас вообще как бы с одной стороны не купить с другой стороны вроде все устарел уже то есть уже технологии там старые типа знаете там аспра или вилла чуть такой я себе хотел такой же комплект как ну сами знаете кого ну типа блин ну все равно короче со мной смотришь на это делается но видишь насколько это крутой снасть она хочется 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 вот и я на самом деле смотрел на аспра смотрел на viva но когда увидел вот этот он никого внешне понравился больше поэтому я решил да ну зачем держаться за старое зачем держаться за их вид лидеры давайте возьмем ферти райс и вроде как все сейчас говорят что это прямо от самая такая шикосной палки за эти деньги за тридцатку я понимаю ребят что есть всякие там аресы или там evergreen и за 70 за 80 тысяч есть гигабуджин да его на ней не за есть нас те джиговый или нет я про то что есть палки дороже и не за 30 и за 50 и за 60 и за 70 до 80 и за 100 я все понимаю но я у меня была такая цель для себя приобрести палку за тридцатку что прям вот вообще охреневать насколько это крутая палка и так далее то есть вот кайфануть от то пусть и именно то пусть и сейчас но я не знаю и заодно посмотреть насколько она были отличается по рыбалке самое пока дорогое удилище которым я ловил именно ловил у него возможно покидать тогда и так далее даже комплект это был значит как его сын кроикс какой-то не помню какой именно и не просто сын кроикс особо не шарил их наименованиях вот тоже джиговая палка и там был твин который такой этот самый такой стандартный твин серого цвета с такой синенькой шпулей в общем самый популярный твин самый раскрученный не помню какой ты год 16 или какой-то там не уверен короче вот сейчас новый твин вышел 24 до него был предыдущий твина до него был еще один твин вот у меня была возможность таким комплектом половить сын кроикс плюс вот такой твин сын кроикс стоял двадцатку а это стоит тридцатку правда сейчас и доллар туда-сюда очень непонятно что дороже что круче но нет я сразу скажу что круче это потому что я уже посмотрел это сто пудов вот так что это очень популярная палка у тех кто готов тратить такие деньги на палку вот я поэтому решил что пусть будет харти райс вот кстати кто думает что харти райс это япония или там не знаю кто-то внушает россия по сути бренд этот тайваньский то есть там же делают где рамы для велосипедов здесь такие микропроцессоры шмаляют там же делают и зандер геймс и кстати нет его там не делать смысле карти райс бренд оттуда короче из тайваня вот поэтому ребят это очень крутая очень кайфовая палка я жду не дождусь когда смогу с ней прорабачить но давайте сразу вам затравку сделаю почему я до сих пор с ней не пошла там я уже лежит несколько дней почему до сих пор ее не было и почему до сих пор шильда не снята во первых я хотел вас снять обзор во вторых я книжку катушку и я не скажу что это за катушка но я к ней жду катушку поэтому пока катушка не придет я сняла ведь не пойду я хочу максимально кайфануть прям что будет прочувствовать то есть катушка здесь будет такого же уровня но достойно уровне палки я думаю 95 процентов догадались что будет за катушка ну ладно нет на самом деле получается два варианта да да и вылево шимана какой да и чего да и вылево шимана и какая да вот увидите короче вот увидите скоро скоро анонсирую анонсирую она уже едет ко мне я думаю сейчас вот какое число сейчас я скажу сейчас у нас 23 вот думаю через пару дней сейчас 23 июня вот через пару дней дома на меня будет и я намотаю шнурочек и пойдем ловить на за дорогие мести а сегодня пока только первое впечатление обзор распаковка вот ну что давайте смотреть то есть много сказано то есть вы поняли да почему именно вот эта палка я думал графит лидере просто хотел крутейший палку за 30 который можно купить графит лидер чтобы всем известно что это круто вот я тоже хотел графит лидер но потом пока я вот это время было пока я хотел графит лидер до возможности пока мне ты вот возможность такую штуку себе приобрести смысле за эти деньги джиговую палку прошло много времени графит лидер стал бы как уже не актуален получается поэтому вот это актуальный заменитель графит лидера в этом плане заменить и расправила вот зандер гейм и стиль лимита движена херти райс так давайте скажу что за палочка у меня у меня значит длина 252 вот и ставим 728 я уже потряс она реально прям такая то что надо грубо говоря ты все одни капли не разочаровался ничего вот но опять же давайте начнем обозревать чехла то есть как я и говорю как я говорю в предыдущем видео по зодиасу посмотрите если интересно я попробую вам ставить в следующем окне подсказку я не знаю проника так не делал ну вот может иметь вот тут сейчас появится там видео на зодиас смотреть короче поглядите что я про это думаю конечно я в восторге конечно бесспорно то есть потраченный денег стоит ли это это стоит потраченный денег если вы идете не только за рыбой но и затем чтобы грубо говоря наслаждаться вот всем начинают чехла вот поэтому давайте начнем с чехла такая приятная материала как вы знаете как чехлы катушкам делают эти мягкие вот такой же абсолютно материал то есть это неопрен получается прошито все максимально просто качественно вот вообще нигде не торчит никаких ниток толстая такая плотная ткань здесь на шве вот здесь значит кожаные ставки но я думаю что это кожзам натуральной кожи не надо кожзам по-любому из кожи заменители короче экологичность на эти все дела логотипчик шар это хоть урайс зандр 20 это все ребята резиновая на это сказать очень когда я резиновые буковки наплавляют на этот а здесь это похоже как-то покрашена хорошо то есть это похоже я даже не знаю но здесь вот не чувствуется хотя нет чувствуется все это все как бы то же по ходу резина то есть резине по дермантину такому капому не дерматин и например даже не таки сказать что это искусная кожа как это непонятно здесь просто поэтому скорее существ tous эти бука будут отваливаться и вот эти тоже но зависит того как вы будете эксплуатировать чехол так опять же и здесь ничего не проколото как она зouldя сидись отдельная петелька то есть по сути могли просто проколоть как все делают и поставить сюда бирку ничего ну какая там иголочка проткнул что будет чехло ничего не будет но они сразу заморочились показать что все элитно и круто вот гарантийный талончик страну что гратино талончик болтается просто что его случайно можно оторвать и где-то потерять имею до это как вы при транспортировке но вот гарантийный талончик находится здесь да но это вам не надо пока что но я надеюсь вам не понадобится так здесь у нас картера с это на резинке вот это точно никуда не денется это прям резинка на резинке тоже очень хорошо вшито вот но обычный артикул с этим чтобы этой пикалкой короче спикать так ладно здесь чехол у нас на молнии но смотри а я еще сзади посмотрим сзади и соответственно продолжается вот этот дизайн очень крутой очень качественный чехол стоит наверное а вот тут торчит нитка все за нитка тут торчит смотрите вот это какая нитка торчит обрезать надо обрежу дома ну ладно ведь не все идеально то есть так-то круто и качественно даже здесь палки за тридцатку они умудрились короче ниточку оставить ну ладно слушайте это это просто я дк докапываюсь это по сути не имеет никакого значения все прошито все прострочено все очень качественно они к ну просто не обрезали херня короче так здесь на соответственно что вам покажу здесь две молнии видите да вот но они идут у нас не полностью они тут у нас вот до сих все и тут у нас соответственно внутри очень мягко я даже х за что это какой-то специальный материал типа как вот из которого футболки делают наверно плюс-минус уси ну как бы и честную как бы непонятно почему какая-то обшивка неопрена вот все прострочно и у нас вот тут из тоже из плотного материала хорошо вшиты прям вот вот этой вот плотной тканью секция для вершины и получается большая секция для кумля вот не знаю давайте вершина сначала достанем что тут по вершине можно сказать давайте пойдем с вершины комната что еще интереснее мы его оставим на потом так вершина давайте поглядим кольца fuji очень круто здесь сделано усиление для того чтобы не разбивать и ломать в этом месте здесь дополнительно карбончика завезли допустим чего на сама заметьте не очень-то толстые не знаю вам то заметно на камеру то есть все сделано очень грамотно то есть максимальная грамотность просто максимальное качество лак налит идеально ровно будто центрифуга наливали то есть вообще прям не прикопаешься к сборке идеально все сделано просто идеально и даже карбон с каким-то особым этим полетением непонятно сверху видите как крестики такие как британский флаг и не за чем-то сделано но вот как-то так то есть пуджеские кольца и не знаешь насколько они дорогие вообще напоминать мне кольца которые стоят на этом на кабинсе на прямо на удилище вот но тут сложно пока понять то есть надо посмотреть бумажки всякие вот или надпись на удилищем сейчас это доберемся и смотрите вот эта часть которая вставляется надевается сверху на колено камлевое она вот с таким вот этим дополнительно плетение видимо для того чтобы лучше держать чтобы не ломалась ничего а дальше у нас идет она покрыта нет она не покрыта лаком просто тряпку дополнительное усиление ребят а здесь у нас просто идет как бы витки обычные кольца но они не покрыты лаком как-то я не знаю как то они сделали это как-то просто плотно не звуки ровно очень короче что это качественно сто процентов вершина ой без вершины жесткая то есть прям как надо все как я люблю короче жесткая вершина так не знает давайте пока его уберем достанем комель на ковре потому что очень много вещей которые стоит посмотреть так все достаем а по блин красота прямо неописуемая то есть если я говорил что в зоде сушима на много деталей там типа заморочить себя тут есть заморочить еще больше ну типа вот блин как бы вам сказать тут даже на эве написали зандер game xd то есть даже вот здесь вот здесь даже держатель вот я когда смотрел была пасмурный погод я даже вижу что держатель не знаю вам видно ли видно переливать всеми цветами радуги то есть он не черный у нее тут вкрапления различные то есть он прям здорово-богато выглядит прям золотиночки всякие цвета всеми цветами радуги переливается в общем это очень дорого выглядит катушка держатель этот и он кстати фуджевский а назови если не был фуджевский вот если допустим вспомнить еще где у меня фуджевский держаки опять же палки каденс там конечно это как хоть и фуджи но там нет вот это вот как бы сказать перелива там они просто черный то есть бюджетный относительно но тем не менее сама фуджи вот вижу косяк короче а это не косяк это просто ты видите нет она как-то их и хрен хреново приклеить на каком-то непонятно дешевом клее этот табличка хер теряется идти на а это не клеит этот как его знаете что это как вот на ноутбуках самоклеющийся короче этот самоклеющийся основа поэтому немножко вот эта табличка она тут шатается самоклеющая снова на этих полоски на ноутбуках резинки приклеивают чтобы короче стоял здесь вот такая такая же фигня то есть но видимо на так специально то есть это по сути специально двухсторонний скотч компьютерный и вот на нем здесь стоит шильдик но я думаю что не могли бы на клее приклеить зачем они приделали так возможно в этом есть какой-то смысл какой я не знаю может что потушили зачем-то снимать при обслуживании а потом надевать не знаю короче но почему так-то сделано но не потеряется но это как факт интересное решение вряд ли нам ответит тех кто их скажем так собрал зачем мне так сделали но вот как то так так давайте дальше на деталь то есть вот уже здесь уже поэтому держать его даже вот уж это зандер геймс и написано уже это эту ручку дорожает несколько раз и понятно разница ценой там зодиасом например шиман или опять же с тем же прямо то есть у прямо например несмотря на то же держатель fuji если я про каденс говорит просто у меня палка на fuji это вот прямо есть фукан там стоит в районе 10 тысяч рублей это 30 но вот красота есть конечно пипец то есть здесь хоть и фуджиский да там то есть там тоже фуджиский держать но здесь он пипец какой красивый то есть это право чувствуется что это дорога богат а там не чувствуется там просто ну fuji fuji вот конечно функционалы как я говорил про зодиас это все чтобы было красиво чтобы вы купили кайфовали просто участвовать за в руки типа были какая вещь да вот зачем это сделано ребята не за то чтобы это лучше рыболовить ну по крайней мере я пробовал час не говорю про кольца я говорю про вот это вот и конечно эта надпись вам тоже не позволит лучше ловить рыбу за дороги мст и вот здесь написано но она конечно прикольно с двух сторон кстати написано то есть смотришь реально понимаешь что вещь если бы я сам короче мне сказали сделать удочку максимально крутой я был тоже дело бы так же как они то есть я это уважаю это круто вот что у нас здесь написано с опять же сама его вот его очень схожи как на зодиасе тоже плотная такая то есть это не та мягкая вы которую на палках там который обычно все покупаете в 5-10 тысяч какая-то другая его она как пробка ощущается короче очень близко как приклеена его идеально то есть здесь обычно бывает сдвиг туда-сюда в разных книгах относительно недорогих здесь идеально то здесь не подкопаться прям вот и здесь вот то же самое то есть это прямо плотно как пробка но сделано прям очень идеально так что здесь написано что-то нет не ген 3 а нет 3 не знаю на это вид 3 не знаю что это имеется ввиду что-то нет 2 и 3 что-то это имеется ввиду но этот шильдик здесь выглядит прикольно то есть когда на него смотришь думаешь да круто вот зандер гимности и как написано девелопит вот трофе разработан для трофеев короче но знаю надпись как надпись вот этот вот эта надпись богатый не выглядит дорогой она выглядит хорошо она выглядит неплохо когда на нее смотришь они специально сверху расположили чтобы на нее смотрели чтобы не забывали чем вы ловите да чтобы кейфовали очевидно так написано алзандр гонтуха короче все судаки должны это отправиться на небеса вот тебе пойму отпусти да все судаки типа идут на небеса или как типа все судаки попадают в рай что левитова что биться как типа как все псы попадают рай картинку вот это вот это прикольно картинка судака мне нравится очень крут очень дорого богато все это короче прям так вот под лаком золотыми такими этими буквами в общем это круто однозначно так сто процентов японский карбон вот еще откуда цена понятно хорошо вот хотя и горбой вроде как весь китая делать ну ладно пусть будет так все равно на напись japan вот это да конечно его у меня спиннинг на котором japan написано круто вот хотя многие спиннинга пишут japan особенно вот это очень коррелируется с цена надписью короче мэйдэм вьетнам то есть бренд из тайване а делать вьетнаме и напишет японии ну ну ладно пофигу все мы живем в реальном мире все мы понимаем так дальше у нас здесь какие-то предупреждения скорее всего что не ходить в грозу за gxt 832 ml написано короче стандартные показатели так limited edition вот здесь написано то есть как и говорил зандерги мести для меня так давайте ка сначала тут обозреем тут тоже худшинское кольцо стоит и вот этот плетение которое там было на первом колене и как какой зовут первых в общем на этом на хвосте вот она у нас кладком ли идет начиная от ручки вот она идет 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 здесь у нас тоже усиление такой же как там видим чтобы не расщеплялась случае чего там чтобы трещинских не было здесь это выглядит о узнать еще круто там не видно наверно здесь очень толстый слой карбона здесь этот стыком очень усиленный то есть мы там толстенный карбон здесь прямо вот вообще вот и идеально заглушка сделана я напомню что на этом название заглушки не было и там верхний карьер оставлялась нижняя здесь вот так но я не знаю сэкономили на заглушки на зоди и когда за тридцатку покупаешь палку уже заглушку можно поставить видимо так давайте вот на эту штуку посмотрим и будем обозревать собственно ручку и коми даже здесь на самом деле бы недорого богата но все здесь еще то здесь тоже металльчик карбоновая коричка снова метальчик вот это плотно его как откручивается ну как знать откручивается также если пужинские держаки я бы не сказал что например как-то элитно пужинский держак вот я могу сказать просто красивый в 10 раз чем обычный пужинский держать и очень большое внимание к деталям то есть это как вот узорился вот эти понты да чтобы вас радовать тысячу больше этих понтов в разы но здесь и материалы другого уровня то есть держак там себя 4 плюс какой-то собственный шимановский одессе кто-то же fuji хоть здесь лучше там пальцы тоже не хуже в общем короче это с этим еще посмотрим бирку посмотрим что-то на самом деле стоит она бирка указано кольца вот то есть здесь металли все укачу сборка просто я не знаю просто как будто я не знаю как будто сидели с 1000 человек и все проверяли потом вот дальше но здесь написано limited edition здесь вот этот вот монокок как и на зоне сидит идеально вообще лежит в руке просто идеально ручка опять же как и на зоне здесь шероховатый вот чем не нравится здесь комили очень приятно то есть обычно комики громоздки становятся из-за вот и гордись коми очень приятный здесь вот что интересно давайте все посмотрим логотип здесь сзади да то есть опирается что-то там харти райс харти райс а просто описано харти райс дизайн и быт харти райс кастом бьют у харти райс хочу типа кастомная палка написано типа еще более дорогая на то потому что лимит эдишн вот видимо он дороже чем обычный геймик ст и обычный геймик стим по маска речневой ручкой а здесь вот черная вот здесь стоит еще чего-то интересно ребят смотреть эти здесь эта штука откручивается зачем откручивается я помочь что-то читал деку какие-то то ли грузик то какие составляются то или еще что-то очень я не помню машки то магнитной грузики доставляется для балансировки может еще чего то сейчас вам это как показываю я не знаю ребят напишите кто знает короче но это прикольно что так можно то есть почему бы нет вот точек нормальных в общем вот так вот так давайте посмотрим на эту на бирку который нам предлагают это помню что шаманой было кучу документов здесь как бы в этом плане попроще здесь все видно что круче но вот бумажек попроще либо не где-то потерялись меня просто по дороге любая в чехле просто не нашел либо я дома оставил в пакете к ним уже тоже пакет был короче вот надо это надо поискать так фуджи гайдс сик кольца сик от фуджи и просит фрейм короче в общем дословно новые сказать скользкие кольца фуджи глубокой прессовки с контролем от коррозии и этим типа то что они блестящие решение знаете вот принципе вот я сейчас вот по тем кольцам по маленьким особо не скажешь но сейчас вот я смотрю как бы вот эти кольца кольцо вот это глажит это верхняя на искать первое пропускное кольцо входное так называемое они реально вроде как будто нет лакированы то есть они реально выглядят круче чем те же на прямо например то есть ну понятно были палка стоит три раза дороже что говорить так давайте все соберем вот сейчас я достану хвост сейчас мы соберем два на хвост не выкинуть вот это будет блин пиаско так собрали как лежит в руке удобно как она лежит как она может лежать крутая палка вот я обычно ставлю впереди как то тогда то есть вот сейчас мне идеально ложится в руку то есть тут мне быть катушка получается стоять сейчас идеально все лежит в руке просто так как и должно быть вот потому что если например вспомнить тот же самый кого там люблю критиковать за неправильную кнопку ручки этот глиберт фаворит там короче реально как будто то не знаю вам надо как-то куда-то что-то сдвинуть а здесь прямо вот там где надо все то есть вот этот выпуклости как раз там где будет у меня рука когда я положу руку перед катушкой то есть я всегда ловлю вот так вот ну все так ловит короче кто скажем так на было тыкался побольше других вот насколько жесткий бланк бланк прям нормально жестким там хорошо жесткий вот то есть 728 но жесткость его прям такая почему кстати взял 728 не 50 там не до 50 до 40 грамм почему 728 потому что ребят я в основном ловлю на груза 25-30 грамм то есть я по своим меркам смотрел я не собираюсь там переходить другую рыбу типа купил зандер геймс типа иду там каких-то там как не пишут трофеях ловить нет я бы ловить то же самое что обычно здесь мне нужна палка который под мои условия не идеально подходит вот у меня больше 30 грамм грузов не бывает основываю настоящей воде либо это на течение на эту окунь обычно я буду ловить окуня и судачка и этих как у бершей вот для этого палка как раз идеально то есть в руке лежит отлично на потрях прям все супер на заброс вот сейчас господи там эти таратрова такая не сломать было бы на заброс тоже судом будет отлично вот и мы поставим с катушку но не сегодня придет катушка про который он говорил мою с вами попробуем вот то есть сильно ли допустим различаются впечатления от зандер геймс и и зодиаса вот если не обращают внимание на вот эти супер мелкие детали то они очень похожи то есть люди там грубо говоря там без скидых на двадцатка это наверное не знаю давайте говори что тут двадцатка это тридцатка плюс-минус или там пятнашка это там тридцатка или там стопа 40 там я видя видел они нас на 40 продаются вот эти палки хрена знает какая на них действительно правильная цена 30 40 тысяч 28 29 зависит от многих факторов скидых кому всего прочего вот то есть если присматриваться это конечно где круче дороже богатее здесь фурнитура круче и он сам себе чуть больше карбона до зодиас он же короткий вот по поводу вот этого монококко какой мне больше нравится да не оба крутые то есть ну вот реально то есть топовую палку чуть могу сказать вот придет катушка поставим катушка половим посмотрим будем сравнивать вот чем я сейчас могу сравнить из своих то что у меня уже есть сложно сказать она мне одновременно напоминает мои допустим как у нас там ган например сезон рыбалки трону ловлю и одновременно напинает мне этот ганну напоминает скорее как бы сказать может быть подходом к дизайну а вот по качеству и по фурнитуре и по там на потрях и всего прочего мне напоминает примат каденс вот но примы конечно сделал гораздо грубее вот но там вроде как нет задачи у вас внешкой купить а мне задача сделать хорошую палку что-то на плавил бы хорошо вот а здесь задача именно вас купить еще внешка то есть сделать хорошую палку но еще купить вас внешка чтобы выйти покайфовали отсек это выглядит конечно да и конечно то есть если вы как и я обращать внимание на красоту вещей конечно это прям вот то что вам надо то есть это прям очень красиво очень круто очень качественно очень душу прям начинает греть реально чувствуешь себя прям вот катушки сейчас нету чтобы катушку поставила я вообще вам сказал вот так вот там компресс катушка меня получается тысяч на наверное 70 80 методах катушка еще дороже стоит на придет посмотрите короче это будет скоро вот я наверное обзор как раз на катушку будет снимать с этой палкой скорее всего так что вот в общем впечатление конечно поразительно то есть очень крутое удилище прям вот вышка прям я не знаю там вот эти палки типа вот эти ареса там еще что-то там за 70 до 80 тысяч типа чего еще можно завести так уже все завезли уже красоту завезли всего все завезли там не знаю fuji все завезли и так далее я не знаю что вот она на кольца будет уже карбоновая оправа скорее всего не в такой вот все наверно алюминий это непонятно алюминий алюминий еще курс какой-то металл короче а что значит сто процентов силикон карбайт а вставка короче типа стопроцентно из этого господи забыл гашни кремниевая до кремниевая ну блин кольца здесь очень короче гладкий на вид прям вообще то есть идеальные кольца то есть это прям видно посмотрим как это будет сказываться на реальном забросе его и так далее вот пока что и впечатление что это прям ну это реально мой самый крутой спиннинг на данный момент вот прям если говорить про спиннинг то есть зодиус меня самый крутой кастинг это мне самый крутой спиннинг вот я буду сравнить его совсем что у меня есть мне просто интересно понять насколько реально вы получаете какую-то разницу но еще раз я продавать не собираюсь я буду ловить вот для чего я по вашему его взял вот но но вот в рамках канала как бы мы с вами посмотрим вот придраться вообще не могу то есть но просто идеален он просто то есть вышка ну блин он и стоит вышку вот но еще раз я-то готов переплачивать за красоту готовы ли вы переплачивать за красоту это вопрос кто-то готов кто-то не готов это зависит уже от вас вот а я могу просто вот половить частым подсказать со своего опыта и про все это думаю но мне очень нравится конечно вот знаете я больше скажу когда я только урос пока сейчас мне уже эмоции повлеглись вот к сожалению не успел я сразу вот эмоции передать зодиусом успел с этой палкой не успел короче я то что когда его только первый раз достал я типа бывающий пипец впечатлен всем вот этим то есть она что так круто выглядишь а просто типа боли да ладно типа чё как вот кстати как стык выглядит просто как 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 и так может выглядеть стык это типа блин пипец это типа целое искусство сделать стык вот так вот и о чем это типа не просто стык знаете одно колено другой вставляется типа чуть-чуть про плёточки намотали а здесь прямо заморочили здесь аж 4 оплетки здесь карбоном усиление здесь штырь этот сам усилен короче усиленно вот тут все усилен там все усиленно короче то есть типа вот настолько заморочится это же пипец я просто все тоже перевалил поэтому сейчас я так это бурно на этом сам не регион опять же вот здесь вот но я просто слышу здесь какие-то якобы там эти чтобы отбалансировать вот ну типа как сможешь как это сделано это типа пипец это типа пипец но ответ опять же вот минус минус вот этого скажем так вот этой элитарности вот этих понтов которые вот вам это вот я уже несколько дней она у меня лежит я уже посмотрел на это я уже по привык к этому и как бы эмоции уже поулеглись и поэтому грубо говоря месяц уже не так это штырит и прет что-то на такой красивый понтовый к всему привыкаешь вот и о чем грубо говоря покупать палку там за тридцатку ли за за 70 тысяч вы конечно сразу просто болен пипец вот эта палка а потом как бы ну да крутая красивый типа окей до едем дальше вот я конечно еще не настолько но вот я знаете я кайфану когда поставлю сюда катушку из катушка пойду ловить вот тогда я буду же кайфовать то есть сейчас по сути это все что достал показал потряс посмотрел вот это я и дома дело несколько раз уже я же не мог сидеть ждать я уже дома все рассмотрелся короче этот все оценил вот поэтому это получается не совсем идеально первое впечатление вот ну ладно в общем дорого богата очень круто выпуск номер два у нас закончен следующее будет в обзоре я думаю катушка который придет к этой палке вот либо может рыбалку же какая-то будет например зодиасом и со скорпионом кстати я сделал обзор на скорпион потом тоже расскажу про него просто сначала хочет рассказать про новинки пока вот мне свежи еще вот эти эмоции то есть да конечно вот смотришь но ребят реально это как она не знаю всем это можно сравнить давайте говорить что всякие ареса там за сутку это все-таки уже не даже не ламборгини в мире спиннингов это скорее как у них там bugatti в мире спиннингов то есть еще там дороже в 10 раз чем ламборгини а это одна ламборгини или ferrari мире спиннингов вот примерно так то есть это реально прям вот очень круто вот и конечно как говорится после такой палки брать в руки какую-то бюджетную палку вот тут ты уже начинаешь чувствовать что ты блин ну что-то не то знаете о чем я но это именно касается именно внешки то есть вот это специально еще раз сделано чтобы вы это купили и я из-за этого и купил то есть да я при меня не то что там не хватало спиннингов мне знаете мне мои спиннингов особенно прямо допустим для джига у него вот так вот хватает просто не знаю как показать вам то есть он будет просто за глаза вот у меня закрыто по спиннингам все уже чем не может там трехметровые спиннинги есть и 272 59 несколько штука и 240 и твичовых этих и все короче у меня уже все свои эти потребности в рыбалке именно как с точки зрения величия катушек давно закрыл ребят я сейчас просто начинаю как это говорится жиру беситься да то есть типа что-то надо развиваться что-то покупать какой-то шопинг себе делать я начинаю вот заходить на уже скажем так премиальный сегмент который просто вот как то так я показываю вам по сути вот свои эмоции человека который имеет все что ну все что только можно иметь в этом сегменте относительно бюджетом до 10000 рублей грубо говоря то есть себе у меня фидера есть там мочевые удочки поплавочные там у этих много ультралайтов меня много мармышинговых палок у меня много джиговых палок у меня много твичовых палок у меня много там кастингов для twitching для джига и все мне все есть ребята даже собственной разработки есть палки до то есть то есть вот чего еще хотеть то ну вот куда еще хотите только начинать больше тратить денег и вычак отеть нечего То есть у меня уже все закрыто по максимуму, все что только можно И мне деваться некуда, придется покупать дорогое Дорого-богатое, короче, все, вот оно Вот оно, вот Конечно, да, кайфово, очень круто Вот И, честно, я себя вот долго сдерживался, чтобы вот пойти и снять Хотел, чтобы солнышко было, а то в прошлый раз С утра, кстати, не было плана снимать этот обзор С утра просто было вот это пасмурное состояние Но я немножко пошел погулял Вдруг тучки разверглись, я думаю, самое время снять картирайз Вот Ну, в общем, как-то так, ребят, такое у меня впечатление Мега-крутая палка Лучшая за эти бабки 100% Я думаю, те, кто интересуется картирайзом, уже и так это знают Вот Для меня свою цену оправдывает на 100% Потому что я что получил, то и хоть нет, так сказать То, что я хотел, то и получил Красивую, крутую палку с крутого карбона Кстати, не понятно, какой карбон Написано только 100% японский карбон То есть здесь нету Вот Сейчас я спрашиваю, да какой карбон Да, вот здесь не написано, какой карбон, ребят Или я, может, не вижу просто Да нет, не написано Нет, не указано, какой карбон Просто 100% японский карбон Вот Это если меня спросят там что-то про карбон 100% китайский карбон, я скажу Здесь еще 100% японский, а там 100% китайский будет Ну вы поняли Не слово вообще про карбон Какой-то карбон Чего, как 100% японский карбон, ребят Понимаете, что я? Вот В общем, да, конечно, внимание к деталям, красота, она подкупает Вот, это прям вот То есть чувствую ли я себя, что я прям перешел на новый уровень И стал, типа, каким-то прям вот понтовым Вот С одной стороны, да С одной стороны, нет Нет, потому что я понимаю, что лучше я ловить не стану от этой палки Вот С другой стороны, да, я понимаю, что я больше кайфом тебе буду получать от ловли Потому что я тебе буду, короче, вот Кайфовать А вот насколько, насколько реально, реально Ее эксплуатационные качества там лучше за эти бабки Вот И насколько в реальности, типа, по рыбалке это что-то дает Вот эти вот потраченный на это деньги то есть получается если у меня самый личный мой джиговый спинник самый дорогой сейчас примат кэданс получается три раза дороже чем примат кэданс и посмотрим будет он три раза лучше и реально то интересно она она по-любому будет лучше я даже могу так сказать даже не задумываясь но лучше в три раза очень вопрос то есть чем больше вы денег тратите там меньше получается прироста потому что очень сложно инженерии продвинуть на какой-то новый уровень то есть там каждый небольшой это как знаете как супер карме каждый там 10 км в час вы должны тратить кучу денег чтобы добавить их сделать машины которые не столько метров час это легко сделать который там 400 это тяжело 410 это еще тяжелее 420 тысячи жили на очень короче это поэтому у них прирост мощности не вот они такой большой в новых суперкаров кого не потихонечку дораст но все больше больше но не какие-то огромные скачки типа там на 100 км час или на 200 на 300 то есть уже просто физика вот здесь вот то же самое так что вот ребята вот такой у нас был обзор ждите обзор значит на катушку который к нему приедет или возможно какие-то будут видосы за ты рублики топовые снасти мы кстати чтобы понимали они только часто топовые снасти что-то там буду снимать и так далее то есть просто это сейчас мне приехал я должен снять распаковку обзор свои впечатления показать ну еще раз впечатление это очень очень круто это очень большое внимание деталям это прям вот но я так скажу шаг от зодиаса так этой палки с точки зрения впечатления не такой большой как шаг например от обычных палок зодиасу давайте так говорить то есть между палкой получается за двадцатку и тридцатку не такая большая разница между палкой за десятку и двадцатку вполне понтов то есть и поэтому я говорю что если палка будет стоить 70 что там добавится хрен его знаю сборки так уже идеально что добавится больше надписи напишу какой карбон 100 процентов японский кольца будут наверное уже не выйти не за титан от или человек короче алюминий я не знаю ребят честно не буду гадать вот конечно не будет просто уже карбоновые кольца пошли на гигабуджи не надо и карбоновые кольца стоят вот но еще чем-нибудь добавит как же завезут а так держак и так максимально красиво этот мужские вы и так крутая тут и так все надписи есть есть мне сложно представить что не могут еще запихать вот ну карбоновые кольца да окей что они еще могут запихать палку за 100 тыс чтобы она стала еще круче этот вопрос вот но еще раз мы проверим покидаем посмотрим эти реальные короче характеристики зоны скажем так и тогда сделаем точно выводы насколько и чем она лучше чего вот ну конечно большом прикушение но еще раз я жду катушку просто я пока в таком очереди эмоционально сдержан потому что катушка еще не приехал потому что как бы вот когда ты ставишь катушку ты уже вот ощущаешь что все сейчас рыбащий будем час сейчас она будет сюда покажешься не ощущаю потому что катушки нету блин нету катушки не приехала еще жду жду вас не разочарует вам тоже интересно про катушку посмотреть а думаю многие про нее хотят узнать чем вот и я постараюсь в своей манере вам изложить вот вот так вот изначально вот чем могу сказать Стоит ли покупать Харти Райс такой, если у вас есть 30 тысяч рублей? Стоит Если у вас бюджет десятку Стоит ли вам копить 30 тысяч рублей Чтобы купить Харти Райс и вы ожидаете, что вы лучше станете Ловить рыбу? Не, не стоит Вы не будете лучше ловить рыбу, 100% Он крутой, я чувствую еще раз Может я свое мнение изменю После того, как я половлю, конечно Но пока что То же самое мой Прима Именно С точки зрения рыбалки Плюс-минус даст то же самое Ну ладно, это я загадываю, ребята, еще раз Я просто, видите, я приобретаю все новости с Настей Я приобретаю новый опыт, я стараюсь сделать выводы Вот, ребят, ладно, все Смотрите рублику топового из Настей, смотрите обзор на Zodias Смотрите другие наши обзоры Еще раз, на Prima На Temporizolute вышел недавно видос На крутой кастинг Сразу несколько штук купили Так что не знаю, сколько там еще осталось У производителя Будьте, как говорится, начеку Если вам нужен Максимальное, скажем так, качество За минимальный ценник Относительно Вот Ну все, ребят Так у нас получился обзор Сейчас я его сложу Пойду домой Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Увидимся в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok